Именно здесь, на так называемом Магасовском круге, даже в обеденное время можно наблюдать хаотичный поток транспортных средств. Движение их по федеральной трассе «Кавказ» затруднено из-за совмещенного съезда автомобилистов по направлениям Магасы-Назрань. И как раз здесь уже полным ходом возводится двухуровневая развязка, которая и позволит разделить потоки машин. С появлением такой развязки серьезно разрешится и ситуация с ДТП на участке автобана, уверены сами водители. По их словам, с самого утра, когда все спешат на работу, здесь образовываются длинные заторы. И так каждый день. На каком этапе сейчас реконструкция участка, рассказывает Григорий Шмаркун. По его словам, строительство двухуровневой развязки близится к завершению. Основные работы ведутся здесь на мосту высотой 5 и шириной в 15 метров. Уже произведены устройства подпорных стен, монтаж пролетных строений, путепровода. Также проведена работа по установке защитных слоев. А уже сегодня продолжается процесс по устройству слоев гидрозоляции, которые позволят защитить железобетонные конструкции от попадания влаги. До полного завершения данного участка нам необходимо закончить устройство мероприятий по устройству систем водоотвода, поверхностных вод, устройство самого покрытия и установка освещения. Здесь сейчас производится устройство асфальтобетонного покрытия, направление МАГАЗ на ЗРАНЬ. И на данный момент работы ведутся под путепроводом. И, соответственно, нам еще останется соединить данный участок с направлением на МАГАЗ. Автомобильная дорога или по-другому съезд по направлениям на ЗРАНЬ-МАГАЗ будет расположен прямо под путепроводом. А конкретно под средней опорой, вокруг которой и будут установлены бордюры. В общем, приготовлено все для полноценного кругового движения. Приблизить срок сдачи объекта сюда привлечены около 80 специалистов из разных регионов страны. Это и монтажники, бетонщики, электрики, машинисты катков и автокранов. И 20 единиц техники. Пройдя дальше по мосту, можно заметить и рабочих, занятых установкой лотков для отвода воды. Лотки ставим. Протяженность какая вот эта лоткова? 350 метров эта сторона, 350 метров эта сторона, 250 метров там. Следует напомнить, что всего таких развязок в Ингушетии строится три. Пока дело за малым, рабочим предстоит установка металлического барьерного ограждения и монтаж освещения длиной более 9 километров. Нанести разметку с термопластика, также установить светоотражающие знаки. Сигнальные столбики, катафоты планируют создать новое архитектурное чудо города в ноябре текущего года.